замок вальдау дом ресторан есть можно при свечах провести романтический вечер на макушке на фронтоне прямо это большое гнездо аиста так вот с обратной стороны выглядит замок покрыли его железной черепицы немножко восстанавливает как раз таки восстановление идет за счет своих доходов за счет экскурсии тому подобное за счет музея посещения музея и здесь такой старый вход еще с каменной лестницей и вот футбольное поле где отдыхают коровы перед замком находится стенд с исторической справкой в целом это все отошло тефтонцам потому что там не было наследников и вот с 1457 года замок был летней резиденцией великих магистров тефтонского ордена здесь видимо какие-то праздники устраивает вот так замок выглядел 14 веке это уже в 16 веке вот да здание уже приобрело его перестроили как раз таки вот этот типичный голландский фронтон здесь имеется также колодец старинный конечно же колодец под замком форте штайн также был колодец но глубину нам не смогли назвать вот красивый кадр солнце так светит старый клён на это клён у него носики есть это гнездо аиста вообще замок датируется 1258 почему-то задом наперед написан 1258 1264 а вот это здание построено в 1802 году здесь у нас есть какие-то даже памятные доски 1805 году поэт максимилиан шенкендорф немецкий поэт публицист просветитель находился в замке вальдау и я не хочу прерывать свое слово хочу проповедовать и говорить о императоре об императоре же и королевстве а здесь у нас 27 мая 1697 года под именем урядника преображенского полка петра михайлова для встречи с великим посольством замок вальдау прибыл царь российский петр первый вот такие дела и петр первый здесь побывал можно видеть как раз таки маршрут петра а почему с москвы в общем короче из москвы в тверь в новгород псков рига металла чтобы металла интересно никого не знал но это не это не вильнюс металла из какой-то город еще старый липая потом по побережью в клайпе думе имели тогдашний в кёнигсберг потом он соответственно в берлин стартанул потом в амстердаме поучился делал даже в лондоне побывал меня почему-то всегда была ассоциация что он только в амстердаме был вот и потом обратно через прагу вену краков-брест смоленск москву стран почему москва она может быть потом он до заложил тогда ну до 1600 петербурга еще не было здесь зал посвящен как раз таки великому посольству здесь различные ордена в общем очень классная выставка охватывает различные периоды различные исторические пласты включая петра первого который путешествовал и вот такая была медаль за пьянство но такая здоровая медаль за пьянство и она вешалась а это копия двадцатого года ну вот кто пил ему такую наши вешали кулон и он с ним таскался настолько петровская воронеж 2017 год а стол 19 века германский немецкий а вот это что это такая парусный орел первый русский корабль западного типа россию конец двадцатого века дерево это портрет барина историка который является основателем данной выставки кёнигсберг герб кёнигсберга 1255 год попали в рыцарский замок здесь экспозиция хочу домой казна пуста собираю на билет в иерусалим за святую землю сражались крестоносцы вальдо 1264 чучело головы волка страшно шкура волка это как я понимаю флаг тефтонского ордена вот так он выглядел орел также является гербом фрг а это что такое то а это флаг пруссии уже вот так вот мы видели флаг тефтонского ордена и здесь флаг пруссии соответственно у нас от желтый крест ушел сверху черная полоса снизу белая голова орла в другую сторону обращена а ты видел эту картину телезитское свидание наполеон и луиза вот вот наполеон александр первый луиза прусская фридрих вильгельм 3 он почему то в описании на четвертом месте стоит вот луиза как известно с наполеоном свидалась 1 час и после этого было заключено телезитский мирный договор но тем не менее мост королевы луизы стал популярным в общем да свое время наполеон наделал шороху потом пришли уже германия распустила крылышки и уже германия стала далее проблемы для россии женские украшения там камень какой-то красный есть пуговицы германия 19 век штамповка везде также клейма присутствует даже на пуговицах застежки что здесь игрушки оловянные германия конец 19 века начало 20 века пушки солдатики динозавр даже есть эта медаль 25 лет прусско-голландского земельного общества даже такое бы как рассказывал грешковец в полезке голландцев вызвали они строили там каналы систему каналов что немцы не могли справиться и с с сушением земель и вот как раз таки голландцам помогали вальдала 1264 замки разные опять что-то написано замок замок или замок из замков картина вальдавский замок 1713 год автор неизвестен они автору нового написано в 2001 году старые лестницы 758 лет вот это да мы подходим постепенно к этому здравствуйте вас как зовут подходим постепенно к теме пруссии вообще я уже рассказывал по поводу того что здесь проживали пруссы и в итоге почему-то данная территория когда была тевтонцами занята назвалась пруссии странная вообще ассоциация честно говоря но обычно же когда что-то завоевывают называют какими-то своими именами они то что кто-то здесь жил когда-то внутри замка вальдау здесь расположена экспозиция различные экспозиции посмотрите вообще очень интересно такой подвальный запах на самом деле да мы в подвале находимся спустились в подвал и вот этому подвалу почти 800 лет здесь на самом деле запах подвала ощущается ну сухо сухо какие-то разные диски вот эти вот не умиляют камни которые стен прям вот так куда видимо фундамент делали закладывали какие-то камушки здоровые из них уже потом кирпичные стены узник закованы в цепях ужас и хорошо хранились и монеты римской империи можно по qr-коду скачивать и смотрите посмотрите стене замка такая штучка есть но она за запаяна и и не открыть интересно что это не печка явно в общем много всяких секретов вот скачиваете смотрите забытая история пруссии здесь у нас разные украшения пруссия 10 13 ох различные украшения подвеска кони крышка кольца подвески бубенцы так вот как раз украшение из янтаря здесь можно бронза и винтарь стекло можно видеть этот оранжевый цвет янтаря бальда вот пожалуйста оригинал ой здесь еще много все туда к сожалению проход закрыт такая деревянная деревянная лестница вела на верхний этаж и к мансарде это уже экспозиция связанная с первой мировой и второй мировыми войнами это соответственно памятники первой мировой войны фронтовики здесь уже у нас вторая мировая война началась да уж все логично мы попадаем в комнату с первой мировой войной потом в этой же комнате более страшная вторая мировая или великая отечественная война которая нам известно далее мы переходим в комнату где находится немецкий быт начала 20 века в том числе включая пианино и вот пианино является такой перегородкой вот таким образом выглядел советский быт или быть советских граждан в тех домах куда они заселялись после немцев ты здесь есть даже швейная машинка зингер во многих старых домах конечно же до сих пор под полами можно находить разные открытия кто-то отдал старые открытки которые шли на улицу улица троневского в калининграде дом 70 квартира 13 вот их отсырали из города краматорск это из волок это из волок да открытка в общем здесь написано что я хочу протестировать это главное мирного неба над на земле с новым годом с новым счастьем у нас все хорошо и заканчивается выставка уже таким современным точнее советским бытом здесь можно также в среде этого всего допустим застолье или вот таких детских колясок игрушечных детских колясок можно встретить артефакты в соседней комнате можно было видеть шейную машинку то здесь philips телевизор philips вот и нам не видно что там за радиола стоит возможно тоже какого-то импортного образца немецкого сейчас пройдем через стену замка там у нас новая экскурсия туда также можно приехать какие-то частники открыли свое что-то все короче разделено а мы вот блин придется нагибаться да сегодня мы побывали в замке вальдау точнее большую часть времени посвятили музею сегодня в поселке низови какой-то праздник гуляния старинные камни да вот эта особенность в калининграде я тоже заметил из старых камней вот не знаю у нас тоже во дворе выстраивали тоже из камней такие ограды чтобы там автомобили не заезжали на парковку и тому подобное на газоны вот ну таким образом и здесь эти камни используют в качестве маркировки к дороге вот вместо бордюров а здесь у нас остался пруд видимо от замка до тефтонцы рыбку разводили невозможно обхватить все достопримечательности калининградской области которые достались от тефтонцев от тефтонского ордена затем от немцев в общем очень много всего интересного также городишки маленькие просто туда как таксист рассказывал заезжаете и там просто как будто вы оказываетесь где-то в немецком в немецком городе конечно там наверное уже все потрепано временем не восстанавливалась на вот так что приезжайте в калининградскую область здесь интересно здесь можно находить какие-то для себя различные достопримечательности вот так же приезжайте конечно же в санкт-петербург там если вас интересуют фортификационные сооружения там тоже можно много чего интересного для себя открыть туда там организуется в связи сегодня различные поездки по финскому заливу на форты в общем если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь мы продолжаем наши экскурсии по калининградской области и по калининграда